За прошедшую неделю были составлены 26 административных протоколов на родителей несовершеннолетних, которых полицейские и представители районных администраций встретили на фудкортах. Напомним, губернатор Самарской области подписал постановление, по которому детям до 18 лет не разрешается находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Это сделано для того, чтобы школьники в период внеплановых каникул не собирались большими компаниями в закрытых помещениях. Чтобы у ребят и не было такого соблазна, профильными городскими департаментами подготовлены большое количество учебных и развлекательных занятий. Их обсудили на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса. Для того, чтобы у детей было все-таки каникулярное время, чтобы они почувствовали себя отдохнувшими, стараемся максимально занять их досуг, сделать это, как мы уже привыкли в марте месяце, и через онлайн-мероприятия, и достаточно интересные мероприятия проводятся департаментом образования и департаментом культуры. Я думаю, дети найдут себе занятие и не находясь в торговых центрах. На заседании районные власти доложили главе города о системной работе по контролю за соблюдением режима самоизоляции амбулаторными больными. Сейчас их в городе почти две с половиной тысячи. Кроме того, представители районов проверяют соблюдение требований Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка. За повторные их нарушения торговым точкам грозит временное закрытие. Сейчас в суд направлено 14 таких материалов. Также проверяют работу предприятий и офисных центров. Глава города Елена Лапушкина напомнила, что контролировать нужно не только масочный режим, но и организацию термометрии на входе, мест для приема пищи и наличие обеззараживателей воздуха в рабочих помещениях. Мы проверяем на предприятиях и в офисных центрах не только масочный режим. И именно сейчас наши усилия должны быть направлены на эти торговые центры и на предприятия. Обращайте на это внимание. И своих сотрудников настраивайте. Пусть еще раз прочитают требования Роспотребнадзора, идут уже во всеоружии и проверяют. Продолжается и контроль масочного режима в общественном транспорте. Только за октябрь к поездке в метро недопущены почти 1700 человек. Из наземного транспорта высадили 322 пассажира без масок. В суд направлено 49 административных протоколов. Но, как отмечает руководитель департамента Сергей Маркин, пассажиры, которые не имеют средств индивидуальной защиты, стали редкостью. В настоящий момент констатируем, что ответственность у наших пассажиров значительно повысилась. Практически все пассажиры осуществляют поездки в масках. У нас бывают рейды. Мы их продолжаем ежедневно, включая в субботу и воскресенье. Бывают дни, когда мы не высаживаем ни одного пассажира и не привлекаем ни одного человека за нарушение масочного режима. Но работу в данном направлении мы продолжаем. На заседании штаба обсудили и вопрос предоставления служебного транспорта медицинским организациям. Глава города поручила проработать изменения графика водителей, поскольку врачи просят, чтобы машины были доступны с 8 утра и до 20 часов вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.